всем привет вот совсем чуть-чуть буквально пару минут так лучше начнем сначала если кто не знает те кто знают естественно уже я для них буду повторяться а те кто не знает у нас каждый год в середине сентября начинается новый сезон тренировок спортзале так вот люди разные приходят есть уже костяк группы которые ходят ко мне уже сколько лет подряд занимаются кое-чего достигли не спорю но есть люди которые приходят значит как вот однодневки допустим на прошлой неделе или на панель на две недели назад мне по имейлу пишет одна мамаша о своих детках одной девочки четыре года другой девочке 6 лет вот хотели бы попробовать позаниматься карате и так далее я говорю вы знаете этот стиль во первых не для маленьких детей потому что у меня только одна силовая программа входит включает в себя как минимум 160 отжиманий в начале тренировки для того чтобы люди развили в себе силу самодисциплину и поняли к чему они стремятся ребёнок 6 лет этого не сможет сделать она упрашивала полдня она со мной переписывалась по имейлу полдня она мне мучила мозги я говорю хорошо ладно бог с вами приводите посмотрим и рассказал когда у нас начало вернее следующий день когда у нас тренировки приходит ответ а я мы завтра не можем мы придем как на другой раз ну вот думайте сами что это за человек другая женщина тоже пишет вышла через наш спортклуб на меня опять же пишет мне по мылу у нее сын одному сыну 6 лет другому 8 лет так вот она хотела бы чтобы восьмилетний ребенок занимался тоже у нас карате тоже постигал это боевое искусство с этой женщиной я сразу просто я просто я раньше я раньше не знал что можно придумать эту фразу и использовать ее как защиту как освобождение от всех вот этих навязчивых родителей которые не знают куда сбагрить своих малых детей вечером чтобы от них отдохнуть я просто-напросто написал к сожалению наша группа полная сейчас мы уже никого не набираем и возраст 8 лет немножечко рановато для этого стиля каратэ все четко написала спасибо до свидания но это я говорю к чему к тому что вот тут недалеко у нас в одной деревне есть секция но они спорт клубом себя называют кикбокс и там ребята занимаются подростки занимаются школьники взрослые занимаются так вот с этого года они открыли секцию для трехлетних детей повесили несколько транспарантов у себя в деревню они называют себя городом повесили у себя в городе несколько транспарантов потом у нас в городе несколько транспарантов повесили школа кикбокса такая-то набирает детей в группу кикбоксинга с трехлетнего возраста вы знаете я честно говоря нет я не спорю с тем что допустим японии или в южной корее детей отдают на на тейквондо или на карате с 4 лет не спорю они там постигают саму динамику там комбинации постановки изучают термины учатся быть дисциплинированными воспитанными людьми но кикбокс для трехлетних детей они в три года здесь только идут в садик они только-только начинают соображать чего от них требуют воспитатели в садике это действительно так и вдруг трех трехлетние дети в группу кикбоксинга я не знаю кто туда идет со своими детьми не идет со своими детьми но чисто для меня это уже является стороной коммерциализации восточных единоборств полнейшей коммерциализации и и абсолютным абсолютным как бы сказать это вот бездумьем со стороны тренеров которые предлагают детей с трех лет уже учить кикбоксу во первых они и не драться ничего не умеют в три года они если кто-то из них заляпает кому-то в носопырку блин разобьют носопырку будут плакать детки будут блин обижаться родители не рановато ли вот ребята честно я вот задаю вам вопрос может быть я вот такие вот такие старомодные взгляды но объясните мне не рано не рановато ли отдавать ребенка в три года в секцию кикбоксинга тем более что в четыре года них уже ставят на вот такие вот клубные соревнованиях друг с дружкой чтобы показать родителям чего дети за вот это вот время сколько они к нему ходили достигли честно говоря я в прострации вот 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 не знаю не знаю вот поэтому я задаю вам вопрос ребята объясните может я что-то не понимаю но я бы своего ребенка в три и даже в четыре года на кикбокс не отдал бы у нас мой хороший знакомый он адвокат у него к свой клуб тэйквондо он набирает детей с восьми лет не раньше потому что у него имеется горький опыт работы с этим детским садом которые приходят нифига не умеют начинают баловаться не слушаются нарушают дисциплину у меня в группе увы есть два таких человека один парнишка с санкт-петербурга другой с киева с киева он еще занимается более менее хорошо а вот который из санкт-петербурга ну ребята полчаса вот силовой подготовки он кое-как выдерживает пытается там что-то отжиматься пытается что-то делать прыгать скакать а потом все потом я просто я с ним договорился так ты садишься на лаву есть ты устал садишься на лавочку и тихо себя ведешь не бегаешь по залу не прыгаешь потому что люди занимаются люди отрабатывают технику и для того чтобы ты мне мешал я предлагаю тебе сидеть на лавочке если ты не будешь меня слушаться я выброшу тебя на фиг из группы мы с ним договорились все нормально но в половину восьмого ребенок хочет спать потому что у нас тренировка идет до восьми вечера а он в восемь уже ложится спать дома и ему сейчас шесть с половиной лет а что будет с теми детками которые приходят в три года в секцию заниматься я честно говорю я ну вот как-то вот так вот спонтанно вот видео хотел поделиться с вами своими вот этими мыслями ну естественно спросить у вас как бы вы к этому отнеслись чтобы вы посоветовали как вы на это вообще смотрите всем удачи пока